ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, присоединяйтесь, сможете посмотреть видеозапись и в режиме онлайн, и позже, если у нас все получится. Я уверена, что получится все у Даши. Но у нас есть несколько вопросов очень важных. Естественно, мы следим за тем, какие идут публикации и какие идут программы на других радиостанциях, телевизионных каналах и в других СМИ. Постоянно, буквально каждый день где-то кто-то комментирует мусорную реформу, что видит во дворах и какие новости выходят. И мы сегодня тоже этим займемся. Но прежде всего нас заинтересовала история, которую вы озвучили в эфире у наших коллег на «Девятке». Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы уже поздоровались, разговорились, и я запамятовала. На «Девятке» вы говорили о том, что в Осенцах полигон, который запущен и работает, будет построен мусоросортировочный завод. Нам хочется несколько уточняющих вопросов задать. Первый вопрос, который волнует всех. За чей счет будет построен мусоросортировочный завод? Ну, смотрите, мусоросортировочный завод должен быть построен в любом случае, либо за счет частного инвестора, либо за счет государства. Почему вы говорите «в любом случае»? Ну, потому что он должен быть в силу закона. Могу сказать, что заявка на приобретение оборудования для мусоросортировочного комплекса в Министерство природы подана. Сейчас идет, насколько я знаю, подготовка конкурсной документации для проведения торгов для поставщиков оборудования. Ну, и если все получится, то частный инвестор возведет только здание, а Министерство природы выделит деньги на самооборудование по мусоросортировке. Это будут две линии по 100 тысяч тонн. То есть в две смены примерно они смогут обрабатывать 400 тысяч тонн мусора. Сразу несколько вопросов тоже возникает из того, что вы сказали. Вы сказали, что либо за средства бюджета, либо за частные средства. От чего это зависит? Ну, это зависит исключительно от того, насколько быстро Министерство охраны природных ресурсов согласует эти инвестиции. И если эти инвестиции выделят либо в этом году, либо в следующем, то проектирование мусоросортировочного комплекса идет давно. Оборудование, которое необходимо установить, оно, по идее, известно. Ну, возможно, по конкурсу будут выиграны какие-то аналоги его, но здание, площадка, все останется по-прежнему. Готова проектная документация? Почти. Ею занимался САХ, насколько я понимаю. Ею занимался Ветско-экологическая компания, компания, которая была создана специально для строительства мусоросортировочного комплекса. И которая является совладельцем Куприта. Судя по Егрюлу. Мы сегодня посмотрели с Дашей. Да? Да, кажется, да. И сейчас открою, еще раз уточню. Посмотрите, я сам допустим. Просто нужно очень важно знать, что это за компания такая. Она за свой счет занималась проектной документацией. Да, конечно. И в случае, если будет объявлен конкурс, вот эта проектная документация, она же стоит денег, она будет компенсироваться за счет бюджета, оплачена как-то, или вот этот экологический фонд, о котором вы сказали, будет строить здание, как частный инвестор. Вот как это? Есть проектная документация, которую частный, получается, частник разрабатывал. Как ее можно использовать, если это будет за бюджетные средства все строится и принадлежать, я не знаю. Куприту, как вообще вот здесь владельцы распределяются? Смотрите, еще раз. Вятская экологическая компания за счет собственных средств приобретает земельный участок. Около осенцев? Около осенцев, конечно. Он уже приобретен? Он приобретен, уже даже распланирован. И принадлежит Вятской экологической компании. Да, принадлежит Вятской экологической компании. Он приобретен, распланирован в необходимом объеме. Сейчас идет проектирование. Вот как только закончится проектирование, будет понятно. за чей счет будет приобретаться оборудование. То есть у нас государство говорит следующее. Мы готовы финансировать оборудование, но не готовы финансировать капитальное строительство. Соответственно, надо понимать, что стоимость оборудования по сравнению с теми быстровозводимыми конструкциями, из которых будет состоять в помещении мусоросортировки, но стоимость оборудования гораздо выше. Поэтому ветско-экологическая компания за свой счет сделает помещение, а если получится, то государство профинансирует приобретение оборудования, и стоимость этого оборудования, естественно, не поводит в тариф граждан. Сроки, которые обсуждаются, это следующий год строительства мусоросортировочного завода? Нет, начало-то в этом точно. Начало строительства, а запуск, например, в следующем. И еще один, Даша, передам сейчас тебе слово. Вопрос по оборудованию. Оборудование по мусоропереработке производится в Российской Федерации? Или есть такое оборудование? Конечно, оно производится и за границей, и у нас производится. Но, честно говоря, эффективность и стоимость этого оборудования импорта вызывает некие сомнения. Почему? Потому что для понимания, если какая-то частная компания, я думаю, государство финансировать импортное оборудование, допустим, какое-то голландское типа болиграфы, которые установлены в Нижегородской области, это миллиарды денег, то есть, ну, понятно, что, наверное, не будет. А у соседей есть оно, да? А там финансировали в Нижегородской области как? Граждане. Частные инвесторы? Да. Граждане за счет тарифа? За счет тарифа, конечно. То есть, бюджетные деньги? Небюджетные деньги. Это граждане за счет тарифа. Еще раз повторяю. Граждане за счет тарифа. Да. Профинансировали. Когда в Нижегородской области построили мусоросортировку? Год назад. Год назад это сделали. То есть, до того, как начала действовать мусорная реформа. Как они умудрились это сделать? Ну, смотрите, если бы у нас кто-то задачился этой проблемой раньше, у нас бы могли это сделать. Я на секундочку просто прервусь. Не дало нам, к сожалению, приложение ВКонтакте провести видеотрансляцию. В группе у нас в ВК первый пост. Под ним можно оставлять свои вопросы. Мы их в режиме онлайн озвучим. А трансляцию, собственно, можно также послушать на сайте Эхо Кирова. Договорились. Значит, следующая история по мусоросортировочному заводу. Он будет обрабатывать сколько, вы сказали, кубов? Порядка 400 тысяч тонн. Что конкретно он будет сортировать и на какие фракции? Он будет сортировать все фракции, которые возможны к переработке. Бумага, картон, пластик? Бумага, картон, пластики различных видов, PET-бутылка. Ну, если будет попадаться металл, что-то еще такое. А можно вот еще по... Там же все просто идет, сепараторы, за сепараторами идут магниты, они отбирают металл, дальше идет ручная сортировка, то есть люди уже конкретно отбирают картон, не картон, просто бумагу, архив так называемый. Затем PET идет дальше, потом пластиковые бутылки, аэрозоли, алюминиевые банки. Все это сортировается, все это прессуется и передается на переработку. По цифрам, по объему, вот у меня вопрос такой, то есть 300-350, ну, вот порядка 400 тысяч тонн в год, это сколько? То есть мощность самого полигона в год на сколько рассчитана, чтобы понимать, сколько будет перерабатываться? Мощность полигона рассчитана на 250 тысяч тонн в год. Для чего такая сортировка? Ну, сортировка, она, понимаете, она всегда проектируется на односменную работу, на 200 тысяч. Просто при необходимости она может быть запущена и в две смены. То есть мусоросортировка будет большого объема, и она будет справляться с тем объемом? Это будут две линии по 100 тысяч тонн, да. Сколько человек планируется, сколько рабочих мест организовать на таком заводе? Порядка 120 человек работает на таком предприятии. Порядка 120 человек. Естественно, закономерный вопрос. Мы знаем, что в Кировской области отсутствует мусоропереработка, и если мусоросортировка запустится в следующем году, то, собственно говоря, куда эти отсортированные фракции будут везти? Какой смысл, если нет переработки в Кировской области? Вы знаете, мощностей по переработке в торсырье в нашей стране достаточно много. И вот если мы возьмем PET-бутылку, ну, за нее прям конкуренция у переработчиков. Они готовы возить его с других регионов. Я вам больше скажу, ведь у нас есть переработчики и в Кировской области, которые работают со встреч пленкой, с полиэтиленами. Они завозят его тоже из других регионов. Как, например, в Котельниче, да, вот в прошлом году целая экспедиция туда высаживалась, на этот завод, в составе даже нашего губернатора и от ГУ. У нас есть что-то покрупнее, есть мелкие предприятия, которые, ну, прям для Уралхима делают упаковку, то есть из полиэтиленовой пленки. Когда ее не хватает, ее завозят с мусоросортировок из других регионов. Я, прошу прощения, не сначала подключилась, может быть, Светлана задала уже этот вопрос. Ну, то есть мы сортировать-то уже должны начать сейчас, вот с 1 января, или сейчас мы пока просто все это складывают на полигон? Нет, сейчас с 1 января мы производим захоронение на полигоне, после того, как будет построен мусоросортировочный комплекс. А законодательство сейчас позволяет нам все это складировать, не сортируя? Да, позволяет. Запрещено к захоронению с предприятий один вид отходов. Допустим, нельзя там привезти с предприятия машину бумаги захоронить, нельзя там металл захоронить, нельзя там пластик захоронить. Но в составе такого можно захоранивать все фракции для понимания. Вот еще такой вопрос. Если будет частный инвестор возводить здание, а, например, за деньги бюджета или с тарифа будет закуплена линия, вот эти деньги, и дальше сортированные фракции повезут на мусоропереработку, будут зарабатывать на эти деньги, на этом деньги, я так понимаю, да? Как они будут распределяться? Смотрите, мусоросортировочный комплекс будет однозначно получать тариф на обработку. И в тарифе на обработку, для понимания, как это происходит, в тарифе на обработку будет учтено все, и затраты частного инвестора, и затраты... Что такое тариф на обработку? Сортировка. Это обработка мусора. Будет тариф на обработку. В том самом Нижнем Новгороде... Мы будем платить за это? Конечно. То есть это плюс к тому тарифу, который мы имеем, мы еще тариф на обработку будем платить? Смотрите, для понимания, в Нижнем Новгороде тариф на обработку 3 рубля 14 копеек с куба. С куба. И сейчас никто не замеряет, сколько кубов я выбрасываю в контейнер. Два куба в год вы образуете. То есть 1,7 по сегодняшним показателям вы образуете. Это норматив какой-то? Да, норматив такой. Плюс 4 рубля, грубо говоря, в год. Это опять же по ценам Нижнего Новгорода. Плюс 4 рубля в год всего? Да. Возникнет тариф, например, со следующего года, если будет запущен ресурсортировок. Такой тариф установлен в Нижнем Новгороде. Тариф, который будет... Например, я говорю, да. Я думаю, что если у нас... Не в месяц, не в день, в год всего 4 рубля я заплачу. Конечно. Не 400, не 140. Ну, ладно, там же образуется фракция, которая будет передана на переработку, за которую будут заплачены деньги, которые будут учтены в тарифе. РСТ, поверьте мне, РСТ не обманешь. Они все посчитают до последней копейки. Но вот эти условные 4 рубля за мусорообработку, они войдут в тариф по ТКО или отдельной строчкой как-то они там указываются? Нет, нет, это все вторично. Это будет в тарифе. Прервемся на полминуты и продолжим наш разговор с Михаилом Шиховым, депутатом Кировской городской думы. Мусорная реформа в действии. Детали обсуждаем, продолжаем обсуждать с Михаилом Шиховым, депутатом Кировской городской думы. Вот это очень странная вещь на самом деле получается. Мало того, что мы в этом году будем платить, уже платим по новому тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов. Вот еще будет построен завод по мусоросортировке и я за обработку мусора. Ладно, окей, 4 рубля. Тут вопрос принципиальный. Я думала, что этот тариф, то, что сейчас вводится, он уже это предполагает. Потому что, когда эту мусорную реформу презентовали, анонсировали, просто все это говорилось так, что когда люди спрашивали, а почему я должен платить, я же сейчас плачу, нам говорили, нет, вы сейчас платите не за это, а мы будем вывозить, сортировать, перерабатывать. И вот за это вы будете платить. А сейчас оказывается, что это все-таки не за это. Давайте не передергать. Так оно и есть. За это население платит. После того, как услуга пришла в коммунальную, единожды установленная плата граждан может индексироваться, как мы знаем, на 4% в год, не более. За эти 10 лет необходимо создать 14 объектов мусоросортировки, 11 объектов мусороперегрузки, построить помимо осенцев еще один огромный полигон. То есть вот просто когда я слышу, что люди говорят, вот какие-то инвесторы там или еще что-то, welcome, все инвесторы, вот нам есть что строить, нам есть что делать. Если кто-то видит в этом какую-то прибыль, ради бога, приходите. 14 объектов мусоросортировки надо создать на территории субъекта. 11 объектов перегрузок. Да, мы вернемся все-таки к тарифу. Мы с Дашей все-таки как потребители не совсем понимаем. То есть зачем мы еще будем доплачивать после по 4 рубля в год, если я уже плачу этот тариф? Конечно, если нам удастся получить оборудование за счет государства, то и 4 рублей не будет. Я боюсь, что мы даже плату граждан может быть снизим через РСТ, если отсортированные фракции будут приносить некий доход. Дальше возникает следующий вопрос. Он, кстати говоря, в соцсетях активно обсуждается. Но мы уже говорили тут с нашими спикерами, что, с одной стороны, люди жаловались, что стояли в свое время контейнеры, которые САК по собственной инициативе устанавливал для бумаги. Теперь они исчезли. Они говорят, ну куда же они делись? Вот мусорная форма в действии, я готов сортировать. И при этом, пожалуйста, снизьте мне тариф. Я сам отсортирую. Не надо мне там сортировку на сортировочном заводе. Я сам отсортирую. Сделайте мне другой тариф. Не общий. Это вообще реальная история. Светлана, вы смотрите, давайте мы о чем сейчас говорим? О законе или об идеальной картине мира? Ну, закон-то к идеальной картине мира ведь идет, нет? И лично для меня идеальная картина мира тоже имеет массу вопросов и к правительству, и к закону, и к всему. То есть, ну вот я не за белых, я не за красных. Я исполняю законодательство. Нет, просто же ничто не мешает нашим региональным законодателям выходить с какими-то поправками на федеральный уровень, если мы здесь отработаем какую-то придумаем идеальную систему. Вы знаете, в этой истории каждый день что-то меняется. Вчера президент подписал указ о создании регионального оператора всероссийского. Дизинного федерального оператора. Да, что там будет, опять же, непонятно. Ну, смотрите, мы говорим о тарифе не просто так, потому что, конечно, больше всего вопросов именно по нему. Вот в Кирове, в Чепецке установлен тариф с квадратного метра. В районах с человека. Теперь многие районы говорят, мы тоже хотим с квадратного метра. Дальше люди говорят, я хочу, чтобы я сама выбирала тариф. Мне с квадратного метра или с человека. Четвертый человек говорит, я хочу сортировать. И раз уж вы такие умные, действительно, мусорную реформу там запустили, то давайте вводите мне тариф дифференцированный за сортировку, я буду сортировать. Когда к нам приходил РСТ, представитель РСТ, он говорил, что в течение 2019 года как раз будет проводиться там сбор мнений, исследования, обсуждения, и в том числе по тарифу, и вполне возможно, он изменится. А вы что думаете об этом? Что изменится? Тариф или форма оплаты граждан? Нет, возможно, не в цифрах, да, изменится. Форма оплаты граждан? Что можно будет ввести, возможно, будет введен дифференцированный тариф. Возможно, в районах можно будет платить... Возможно, поменяют, наоборот, город будет платить с человека, районы с квадратного метра. Это вообще реально в течение года что-то такое менять? Или это все... Да, в течение месяца можно поменять, на самом деле. Вот смотрите... Не, ну захотелось что угодно завтра, конечно. Вот смотрите, вы, может, не знаете, да, но на последнем заседании рабочей группы... Какой работе? ...по внедрению ТКО, да, то есть который проходил перед Новым годом, я точно знаю, что Куприд, точно Куприд попросил оплату граждан с человека. В Кире? Да, и в Кире-Чепецке. Но оплата граждан была установлена с квадратного метра. То есть вот общественники что-то там говорят, ну, понимаете, к сожалению, вот некомпетентностях, да, и всякое нежелание пойти переговорить к тому же руководителю Куприду, да, то есть как дела обстоят, что будете строить, из чего все это стоит. В чем суть, ну давайте я вам объясню, в чем суть реформы. Нет, про суть реформы говорили, подождите, Михаил. Не говорили про суть реформы никогда. Подождите, подождите, у нас есть конкретный вопрос, Михаил. Михаил Шихов, депутат Кировской городской думы. Мы все-таки давайте вернемся в тариф. Ваше мнение, имеет ли смысл, хорошо, по-другому скажу, в этом году что-то менять? Или давайте отработаем с тем тарифом, который установили? И с теми способами оплаты, там, где надо с метра, где надо с человека. Давайте так отработаем, а потом уже что-то будем менять. Или надо обсуждать, надо пытаться менять и так далее. Ваше мнение личное? Мое мнение личное, что и на уровне комиссии, и на уровне Куприды этот диалог, он не прекращается. Почему? Потому что на самом-то деле, почему, мне кажется, правительство приняло решение с квадратного метра, для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию? По вывозу мусора в регионе. Объясню. Если бы государство в полном объеме исполняло свои обязательства, то можно было легко вводить нормативы платы граждан с человека. Но региональный оператор, то есть Куприд, он подключается к системе ГИС ЖКХ, на которой огромное количество денег было потрачено. Должен подключиться, введить все граждане и всем выставить платежки. Пожалуйста, Куприд подключается к ГИС ЖКХ, никого не введет. Никого. Единственное, что он может сделать, это забросы в Росреестр, получить какие-то квадратные метры, каких-то собственников и все. Понимаете, если бы УВД своевременно заполняло ГИС ЖКХ, а это их обязанность, безусловно, даже диалога бы не было. Никаких квадратных метров. Там люди бы все были учтены. Конечно, потому что я поясню, Куприду, как региональную оператору, подрезали финансирование переходом на квадратный метр. Сильно подрезали. На что это повлияло? На что это повлияло, то, что подрезали? То, что Куприд будет собирать нише денег, чем планировал. Уже расхождение с планы. Как это скажется на работе оператора? Ну, вот будем смотреть. Ну, как это может казаться, когда у вас недофинансировано? Это серьезная ситуация? Серьезная ситуация, конечно. Насколько серьезная? Насколько серьезная? Я думаю, все равно все решаемо. Каждый день мы на связи как-то пытаемся разговаривать об этом. Насколько серьезно? На что она повлияет, эта ситуация? С тем, что Куприд... Вот сейчас планы по развитию Куприду и по работе Куприду. Судя по выражению вашего лица, Михаил, это действительно серьезная ситуация. На что это повлияет? Я вижу, да, это видно. И слышно даже, я думаю. Ну, это может повлиять на выполнение инвест-программ, я думаю. То есть? В какой части программы? В какой части инвестиционных программ? То есть что может быть задержано? Задержано строительство нового полигона? Закуп оборудования? Задержано строительство нового полигона, задержано строительство мусоросортировочных станций. То есть, ну, вот есть такая опасность, но я думаю, все-таки выход будет найден. И она возникла именно из-за того, что в Кирове, Киро-Чепецке метр, а не человек? Не из-за этого. Не из-за этого. Смотрите, сама территориальная схема не предусматривает полный объем мусора, который граждане образуют. При переходе с человека на метр еще утеряли некоторое количество мусора. Поэтому на сегодняшний день ситуация не как бы аховая, но хотелось бы все-таки за январь-февраль привести объемы образования к платежам однозначно. То есть, чтобы одно с другим билось. Смотрите, какая история насчет платежей. Мы с Дашей обсуждали тут тоже до эфира. Общественники не раз уже вами тут упоминались. И вообще в соцсетях и в интернете ходит такая история. И у нас, кстати, тут тоже эксперты говорят о том, что очень смахивает мусорная реформа на историю с капремонтом. И даже есть призывы. Совсем не смахивает. Вы не платите, потому что неизвестно, чем это дело кончится. Раз. А во-вторых, история вот с этой платежкой. Что рекомендуют? Типа, если ты ни разу не заплатишь по платежке, ты не подписал договор. Твою оферту. Оферту, да. И, соответственно, вроде к тебе никаких нет санкций. Что вы об этом думаете? И к чему это может привести? Ну, подстрекать население к неплатежу, ну, это вот, ну, что я могу думать? Ну, наверное, это как-то занятие для определенных органов, да? Заплатил, не заплатил. Оферты, ну, в силу закона все равно вам придет квитанция, и вы обязаны будете заплатить. В любом случае. Нет, там такая история. Нам поясняют, даже Сбербанк, когда приходил. Даже если в одной платежке у тебя есть там свет и ТКО, ты можешь отдельно заплатить за свет и не платить за ТКО. И не заплатить за ТКО. Вы можете не заплатить за ТКО, с вас взыщут плату за ТКО. Вы, конечно, можете не платить за ТКО, если хотите. То есть, если вы считаете, что вам услуга не оказывается. То есть, вы выходите во двор, контейнера нет, мусором выкид некуда. То есть, вы считаете, что услуга не оказывается, то да. Можете чисто гипотетически попробовать это сделать. Но в силу закона все равно квитанция придет, все равно получите судебный приказ, ну, и так далее. Нет, просто хотелось бы понимать вот этот момент. Вот смотрите, интерректное сравнение. Оферте, это правда или нет? То есть, если ты ни разу не заплатил, то ты, соответственно, не заключил вот этот договор. А как только ты оплатил первую платежку, автоматом договор между тобой и рекоператором считается заключенным. Это так или это чушь? Знаете, я не юрист, не могу комментировать, но четко знаю позицию рекоператора. Позицию рекоператора. Заплатили вы? Не заплатили. Мусор вы образовали? Выкинули? Все, значит, договор оферты заключен. То есть, рекоператор в этом смысле не сомневается в своей правоте, то, что люди, граждане мусор образовывают и должны за это платить. Это Михаил Шихов. Мы с ним говорим сейчас о мусорной реформе в действии. Видим, что, конечно, ну, это, собственно говоря, все и прогнозировали, что очень много вопросов, очень много проблем. Их нужно обсуждать, их нужно освещать. Мы этим и займемся в продолжении через полторы минуты после рекламы. Михаил Шихов, Дарья Топузлева, Светлана Занько. Мы обсуждаем мусорную реформу в действии. И тема тяжелая. Мы такие все загруженные сейчас сидим. С Дашей пытаемся улыбаться, но понимаем, что проблем очень много. Мы хотим, чтобы вы прокомментировали высказывание Романа Титова, который приходил к нам в программу «Дневной разворот» в эту пятницу. Даш, процитируешь? Да, он привел в пример Кельмейский район. Я полностью тогда цитату приведу. Летом надо мусор вывозить каждый день. Основные населенные пункты расположены вдоль трассы Нема-Кельмесь. Их там немного. Они на расстоянии 30-40 километров. Не очень большие. Получается, что нужно 100 километров гонять туда мусоровоз, который привезет на донышке кузова. Оплатить за это будут не сильно много. Аналогичная ситуация в Подосиновском. Если раньше можно было на телеге к трактору все это свозить, то сегодня это делать нельзя. Теперь надо ГЛОНАСС, лицензию, которая немало стоит. То есть вывод? Некому возить мусор в районах отдаленных? Есть проблема. Такая проблема существует, на самом деле, да. Потому что, действительно, плотность населения низкая. Техника стоит дорого. За счет тарифа окупать ее практически невозможно. Поэтому проблема есть, но она потихонечку решается. Где-то за счет перемещения уже самортизированных контейнеров в тело. Где-то техника туда уходит уже, тоже самортизированные. Но услуга потихонечку начинает оказываться. Может быть, надо было оставить эти телеги, в конце концов, если они возили? Пусть и без ГЛОНАСС. Телеги. Какие? Телеги. Ну, какие? Какие дороги такие? Телеги. Не было никогда телег. Трактор. Трактор ездил. Трактор возил в лес. Вот, кстати, я хочу все-таки к сути реформы перейти. Я вот почему-то ни от кого не услышал. В чем суть реформы? Михаил Шейкс, суть реформы. Реформы не в том, что что-то у нас должно под окном поменяться. Там бачок, кстати, красивый, там, педаль позолоченная или еще что-то. Да хоть какая-нибудь. Суть реформы в том, что государство устало бороться с незаконными перевозчиками. То есть у нас леса зарастают мусором. На сегодняшний день. Суть реформы в том, чтобы передать это все в одни руки, чтобы все было ущтено. Но, поймите, вот сейчас Кубрид с КДУ совместно находит различные металлические контейнера брошенные. Мы это видим как бы в группе. То есть появляются неучтенные какие-то восьмикубовые контейнеры, полностью заваленные мусором. Я усоверяю, это вот как раз то, на чем пытались экономить управляющие компании. Конечно же, это вывозилось. Только куда у меня вопрог? На законные полигоны это не приходило. Это приходило в лес. Сейчас суть реформы в том, чтобы весь мусор шел исключительно на полигоны, имеющие лицензию, и перевозился компаниями лицензированными. Их можно контролировать, их можно проверять. А когда вы просто взяли, выехали в лес, сбросили, это что? Конечно, управлялка сэкономит очень сильно. Вот меня тут удивило, кстати, такой интересный факт. Я, знаете, такие, в кавычках, порядочные компании, там доверие, грузовый комплекс. То есть я тут добрался до их платежки. Это наши управляшки кировские. Да, кировские управляшки, да. То есть они, вот смотрите, опять же, да, у нас там строгость законов, как говорят, компенсируется необязательностью их исполнения. Ребята 8 месяцев на улице, милицейской, устраивали просто свалку. И раз там, не знаю, по мере накопления этой огромной горы, сваливались на телегу, увозили куда-то. Я вас уверяю, ни на один законный полигон это не приходило. Посмотрелось, сколько за это выставляли. За эту услугу свалку во дворе и вывоз в лес выставляли 1 рубль с квадратного метра. Вот, если вы помните, я предупреждал, откуда вот эта война между управляющими компаниями, да, и переводчиком-то взялась. И вот сейчас, с 1 января, эта компания с чистой совестью снизит людям содержание общего имущества на рубль, а добавит 5. Ленинская что сделает, снизит 3, добавит 5, а эти ребята, понимая, что реформа... Я вот об этом прямо предупреждал, что вся эта война, она только из-за того, чтобы с 1 января попытаться минимально снизить платеж граждан за содержание общего имущества. Вот и всё. И так оно и произойдёт. Главное во время... А мы, кстати, вот к вопросу... За 8 месяцев свалки ни одного подписания ребята не получили. Вопрос ГЖИ у нас. Ну это вопрос, наверное, к многим, да. ГЖИ, не ТИР-управление. ГЖИ. 170-е правило, да, за это можно штрафовать в путь. А задавали вопрос ГЖИ? Задавал. Ну странно, понимаете, как бы, я и ГЖИ-то понимаю, то есть ГЖИ, и у нас вот такая история интересная. ГЖИ пыталась применить санкции к непорядочным правильным компаниям, прокуратура сказала, что так делать нельзя. Поэтому, я не знаю, сложно работать в этой ситуации, когда у нас вроде бы, вроде бы, есть чёткий закон, есть рекоператоры, есть нормативы, да, но рекоператору прям за всё приходится браться. И тут, и так, и эдак, и за кого-то что-то делать. У нас есть обязанность, смотрите, компания флагман Кирово-Чапецкое, управление строительства бывшее, да. Вот встали в позу, вот попикал бы сейчас, да, если бы можно было. Оставили металлические контейнера у себя на площадках. Почему? Не хотят закупать? Не хотят закупать, в силу закона есть обязанность, но закупать не хотят. Они говорят, мы формально исполнили требования, да, исполнили. А техники, уже под эти контейнеры, их нет просто-напросто. Вот и знаем, что рекоператор... Мы напомним просто, что сейчас техника с загрузкой сзади, да, машины, а не сверху. А эти контейнеры, я так понимаю, сверху загружаются, да, и таких уже нет грузовиков. На эти контейнеры сейчас приходится какие-то пластины приваривать, чтобы как-то, каким-то образом их там вываливать, эти машины. Они без колесиков, люди их таскают, надрываются. А применить к ним санкции невозможно, потому что формально... Погодите, что значит невозможно? Я знаю, что Куприц вчера попросил совещание с этой управляющей компанией административной территориальной инспекцией. Как невозможно? Все есть. Вот ГЖИ пришло, и на штраф... Вот любой штраф там за захламление, палку нашли, все, захламление территории. То есть, это правило, то есть, это содержание. Вот, понимаете, когда есть желание, можно постоянно делать все, что угодно. Просто не будет ли здесь точно такой же ситуации опять, когда управляющие компании будут находить эти лазейки, а ГЖИ точно так же спустя рукава будет все это делать? Я знаю, что при Куприте создается сейчас в ближайшее время общественный совет. Да это так? С какими целями? Общественный совет создается с целью контролирования регионального оператора и его работы. Ваша оценка как депутата? В помощь это будет полезное начинание, или оно только будет отвлекать силы Куприта? Вы знаете, посмотрим, посмотрим. То есть, если этот региальный орган каким-то образом будет влиять на свою работу не только рекоператор, но и всех, кто в силу закона обязан им помогать, то, безусловно, это будет полезно. Если мы пришли просто посмотреть, и никакой помощи от этого не будет, то, конечно. У нас с Дарей еще один вопрос есть, мы задаемся им, потому что, видимо, опыты других регионов, в которых рекоператорах больше одного, и даже бывает не два, и не три, а десятки. И не явилась ли ошибкой для Кировской области выбор единого рекоператора, а не создание конкурентной какой-то среды? Потому что нам как раз показалось, что несколько рекоператоров, если, например, регион делить на зоны, то как раз можно было бы решить эту проблему. Отдаленных районов, когда рекоператору приходится брать на себя, на одного рекоператора идет дополнительная финансовая нагрузка, ввиду того, что просто вот на дне кузова этот мусор возят. Такое решение было принято правительством, ничего обсуждать. Нет, вот с вашей профессиональной точки зрения, то есть один рекоператор достаточен для Кировской области? — Смотрите, я и по торгам, как бы, да, идеальная картина мира, вот моя лично не в этом заключается. И по торгам мы видим, да, не было особо желающих поучаствовать в торгах. Поэтому если бы мы разбили зону, мы могли не найти рекоператора на те зоны, где плотность населения низкая, деньги собирать невозможно, нет ни транспорта, ничего. Потому что крупные перевозчики на сегодняшний день сосредоточены, федеральные, я имею в виду, на тех городах, которые более-менее имеют численность населения, плотность населения высокую, платежеспособность какая-то имеется в этих городах. Потому что вот на сегодняшний день там уже к ДВУ постоянно приходит предложение поработать то там, то там, то в Сочи, то в Подмосковье. Пожалуйста, вот хоть сколько есть техники, собирайтесь поехать. — Ну вот смотрите, например, Красноярский край, который... Я, конечно, боюсь ошибиться, но мне кажется, он не очень густонаселенный, большая часть. Его поделили на 19 зон, обслуживают 6 операторов. Что-то ведь они там сделали, чтобы 6 операторам было выгодно по Сибири колесить. — Нижний Новгород сделали то же самое. Выделили Нижний Новгород, Дзержинск, еще, ну, в общем, всего 9 зон. Выделили, сохранили тех перевозчиков, которые работали на местах. Но у нас, ну, реально, в районах не было сильных перевозчиков, которые могли бы что-то взять. Единственная зона, которую можно было отдать, это Кирово-Чепецкая. Там компания более-менее оснащена техникой, и поэтому могли бы работать отдельно. Все остальные, я думаю, мы бы не нашли и не разыграли. — Для этого было необходимо, чтобы на месте уже существовал кто-то, кто бы этим занимался и просто бы начал играть по новым правилам игры. — Конечно, ведь, вот смотрите, да, то есть где-то я слышу, а что поменялось в Иранске? Ничего не поменялось, правильно? Потому что стояла задача максимально сохранить те компании, которые на местах занимаются перевозкой мусора. Но они не готовы давать огромные суммы по банковским гарантиям, не готовы участвовать в этих торгах. Задача стала простая — разыграть регионы, разыграть районы, зоны транспортные, и все отдать тем компаниям, которые на местах и работают, подкрепив их каким-то опытом, какой-то помощью, финансами. Вот и все. — По контакту мне хотелось бы еще немного добавить. Приходят вопросы, и практически все они касаются раздельного сбора мусора. То есть люди готовы, люди хотят сортировать мусор. — Мы плавно перешли к моей картине мира. — Две минуты на картину мира. — Смотрите, вот если идеально, то, не знаю, может быть, там сочтут... — Это серый дом, где правительство сейчас указывает на него. — Да, это может в разрез политики партии, как говорится, но отлично мое мнение. То есть 270 миллионов примерно это мусоросортировочный комплекс в очницах, да? — Еще порядка 400 миллионов будет выделено на создание мусоросортировочных комплексов в районе. Плюс налог на захоронение. То есть плюс, минус мы около миллиарда собираем, да? — Вот если бы на эти деньги нам все-таки оборудовать места раздельного сбора ТКО, закрытые контейнерные площадки. Наконец-то отделить юридических лиц от физических лиц. Кстати, мы бы закрыли вопрос и с частными контейнерами, да? То есть сейчас люди говорят, вот у меня контейнер, да? Ну, конечно, это твой контейнер, но фактически-то вы можете отвезти к соседям и там выложить. Поэтому как бы нормативы это и применяются. Мы не готовы к фактическому начислению, потому что контейнерные площадки, они доступны всем. — Так вот если бы эти деньги выделили на закрывающийся контейнерной площадке раздельный сбор мусора... ...интейнер, на машины, которые бы прессовали, то есть там же тоже технологии, они достаточно дорогие и сложные. — Но это было бы более эффективно, вы считаете? — Конечно. — Было бы более эффективно. — Это изначально надо было вложить достаточно много... — Два коротких вопроса. Что-то изменилось с юридическими лицами? Вы сами нам говорили и подбрасывали эту тему. Мы спрашивали очень многих, что юрики не платят, они заключают сейчас договоры. — Знаете, по юрикам та же самая афера, то есть 16-й день, если они договор не заключили, он считается заключенным. Дальше идет выявление, то есть кто образует, где образует, куда подкидывает. — Никто не избежит платы за образуемый мусор согласно либо нормативам, либо если кто-то до этого был порядочным юридцом и платил, и имеет фактически подтвержденные объемы, то он будет платить за те же объемы, которые образовывал в том году, на что у него должна быть печать в министерстве. — И последний вопрос. Вот мы вас представляем депутатом Кировской городской думы. В прошлом вы директор по развитию САХ. Есть ли еще в Кировской городской думе кто может комментировать мусорную реформу? И почему вы так активно этим вопросом занимаетесь сейчас как депутат, не являясь уже сотрудником САХ? — Ну, смотрите, а кто еще-то? Вот я не знаю. — Кто если не мы? — Да, кто если не мы, да. Ну, на самом деле, наверное, более погруженного в тему человека-то больше и нет в Кировской городской думе. Поэтому, ну, взял на себя такую роль. Пытаюсь контролировать все эти процессы, соблюдение законодательства. — Спасибо. Михаил Шихов, депутат Кировской городской думы. Мы обсуждали движение мусорной реформы по нашему региону. Дарит Кузеев и Светлана Занько. Дневной разворот завершен. До свидания. — До свидания.